Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о страхах человека, о его нелюбви, скажем так, боязненности перемен, о том, куда эти перемены заводят в целом. Поделиться своим видением на этот вопрос. Мне кажется, вопрос на самом деле довольно важный. Потому что большинство людей что-то скрывать, беспокоятся, боятся, например, потерять работу, открыть бизнес. Потому что, когда теряешь работу, кажется, такую я уже не найду, наверное, будет хуже. Когда ты боишься открывать бизнес, ты думаешь, блин, вот я сейчас накопил, вложу и деньги солил просто в пустоту, в никуда. И так вот на самом деле вот эта вещь касается всего выбора, который человек делает вообще. То есть сомнение и такое осознание, что вполне вероятно, оказавшись от какого-то правильного решения, мы примем неправильное решение, и жизнь наша в какой-то момент пойдет совсем никуда, не туда, не в том направлении, куда нам бы хотелось. И как вот с этим бороться, и как вообще на что обращать внимание в таких вещах, я для себя понял одну важную, очень интересную вещь. Это то, что каждый человек, скажем так, маленькое отступление, он во время своей жизни накапливает опыт определенный. И можно сказать, что каждый человек, он имеет определенное свойство, параметр, который помогает ему в жизни находиться на том или ином месте. Проще всего этот параметр сравнить с такой некой жизненной плотностью, плотностью человека. Ну вот представьте себе, есть какой-то сосуд, наполненный жидкостями разной плотности. И вот эти жидкости в процессе каких-то перемен, встрясок жизненных, они вот так вот входят внутри этого сосуда и меняются. То есть жидкости с меньшей плотностью, они поднимаются наверх, более тяжелые опускаются вниз. И вот таким образом происходит взаимодействие всего, что вот находится внутри вот этой системы, внутри вот этого сосуда. Я вот для себя такое определение как-то вот выработал, осознал и понял, что он довольно точно подходит к жизни каждого из нас. Например, человек работает на какой-то работе. У него определенный круг общения. То есть он после работы встречается с товарищами, берет бутылочку пива, сидит где-нибудь в баре, размышляет о жизни, о политике, спорит. Ну то есть вместо того, чтобы посвящать время свободное от работы самосовершенствованию, своим хобби, какому-то любимому делу, ну в конце концов почитать книжку, обучиться чему-то новому. Он проводит время там в общении, в праздности, в отдыхе, скажем так. И вот в какой-то момент он вдруг понимает, говорит, нет, я больше не хочу это делать, я хочу обучаться, совершенствоваться, я хочу чего-то нового. И принимает решение не ходить с друзьями в бар вечером, а вместо этого посвящать это время чтению книг. И вообще пить он бросает, думает, блин, нафиг алкоголь, тратит мое время, и лучше я займусь чем-нибудь более полезным для себя, для своего будущего. Перестает пить пиво. И что мы видим, что мы начинаем наблюдать в жизни такого человека? Очень простое взаимодействие, простая формула. Люди вокруг него начинают меняться. Меняется его окружение, меняется общество, в котором этот человек находится. То есть друзья, с которыми он пил пиво, ну как-то вот начинают отваливаться. Они перестают ему звонить, сначала они его зовут, потом перестают его звать и так далее. И человек в какой-то момент находит новую работу, находит работу лучше этой, например, принимает решение поменять ее самостоятельно. То есть он уходит с этой работы, потому что понимает, что теперь его знания позволяют ему попасть на новый уровень. Или, например, фирма закрывается, вот эта, в которой он работал в какой-то момент, или еще какое-то жизненное обстоятельство, любое. Например, его даже с этой работы могут выгнать, потому что вроде как теперь не находятся в этом обществе, в целом как бы достаточно плохо начинает ладить с окружающими его людьми. И, соответственно, его с этой работы убирают, выгоняют. И человек вот в этот момент, у него наступает жизнеперемена. И вот у него, получается, есть несколько путей. Пойти вверх, такой гипотетический вверх финансовый. Пойти вниз, например. Ну, какую-то работу, например, там, менее интересную, с меньшей зарплатой. Или остаться на месте, примерно пойти туда же, куда он, откуда он ушел только что. Такой вот выбор. Есть такое удивительное свойство, которое я обнаружил для себя, что любая перемена встрясывает сосуд, в котором мы находимся. И человека неизбежно перемещают туда, куда он должен переместиться в данный момент времени, исходя из своей плотности жизненной. Вот эта вот жизненная плотность человека, вот с данной ситуацией, которую я описал с ребятами, с увольнением, она переместит его на новую работу с более высоким окладом, скорее всего. С какими-то людьми, которые ему на данный момент времени больше подходят. Соответственно, дальше у человека становится немножко больше денег, он начинает покупать другую одежду, он начинает ездить на более дорогом автомобиле, например. Ну, еще какие-то у него блага появляются материальные. И он начинает замечать, что люди вокруг него, они примерно одного уровня с ним. То есть, на самом деле, и вот если посмотреть на общество, в котором мы живем, на окружение вокруг нас, то нас окружают, как правило, люди, чем-то похожие на нас. То есть, редко бывает так, что какой-то богатый человек, олигарх, он тусуется в одном кругу с рабочими с завода. Ну, он тусуется в основном с такими же олигархами, но иногда, возможно, уделяет время каким-то друзьям детства, которые могут быть на любом социальном уровне, просто потому что вместе с ними ему приятно находиться. Это происходит как раз от того, что людям комфортно находиться как раз на уровне с одинаковой плотностью жизненной вместе с собой. Также и обратная ситуация бывает. Можно опуститься в этом сосуде вниз более глубоко. То есть, если ты находишься, например, на какой-то хорошей работе, и потом, ну, в очень многих, например, людей, опять же, вот хороший пример яркий с алкоголем. Это губит алкогольную зависимость. Люди бухают, находят таких же себе спутыльников, тратят время. Ну, вот эти все вещи в какой-то момент тебя там выгоняют с работы, и дорожка вниз, она, как правило, бывает очень быстрой, стремительной, и на самом деле гораздо более короткой, чем дорожка вверх. Какое из этого всего можно сделать? Какое из всего этого рассказа можно сделать вывод? На самом деле человек, если он заботится о своем состоянии эмоциональном, о своем профессиональном каком-то амплуа, о своем здоровье, он неизбежно меняет уровень своей жизненной плотности. И чем чаще в его жизни происходят какие-то перемены, тем быстрее он может карабкаться, ну, из позитивных сценарий вверх, исходя из вот этого своего уровня. То есть, грубо говоря, если человек очень прокачанный, его не увольняют с работы, он может на этой работе 20 лет сидеть, ничего в своей жизни не менять. А если его вдруг в какой-то момент уволят, то он должен будет что-то делать, выходить из зоны комфорта, и, скорее всего, найдет работу выше, чем у него, лучше, чем у него есть сейчас. Также это относится не только к работе, к деньгам, а вообще ко всему, что в жизни человека происходит. То есть, любая, любая перемена, на мой взгляд, любая, она вот этот сосуд встряхивает, и человек быстрее перемещается в данный, когда должен быть, где должен быть в этот момент. Понимая вот этот принцип, я как-то в жизни стал меньше в целом беспокоиться о том, что происходит вокруг, и понял, что нужно сфокусировать внимание не на окружающих переменах человека, не на том, что вот там, блин, что происходит вокруг, а на то, что происходит в тебе самом. И вот когда я акцентирую внимание на то, что происходит в мне самом, я понимаю, что я могу на это влиять, я могу прокачиваться и изменять уровень своей жизненной плотности, и постепенно, чтобы не происходило, небольшими шажками перемещаться выше, выше и выше. Я надеюсь, что вам было полезно послушать. Очень интересно будет ваше мнение на этот счет, какие жизненные перемены приводили вас к успеху. Возможно, вы расскажете о каких-то случаях, когда перемены, наоборот, не завергали вас просто в пучину социального дна, ну или каких-то личных недовольств. Я думаю, в жизни человека и такое тоже может часто происходить. Рад был со всеми повидаться в очередной раз. Сейчас времени записывать видео у меня довольно мало, но стараюсь, во всяком случае, вот за руля из-за машины, чем-то какими-то своими наблюдениями делиться. До новых встреч, удачи! С вами были Гусиные истории, я Антон Гусев. Пока! Продолжение следует...